всем привет с вами пробайк и я егор в прошлом ролике мы уже рассказали про специальную велообувь с возможностью встегивания но без второго элемента контактных педалей от нее будет немного пользы так кому нужны контактные педали и что они дают ну в двух словах если вы только купили велосипед катаетесь на небольшие расстояния с регулярными остановками вам точно не стоит сразу покупать контактные педали ну как собственный контакт новый а вот если вы себя чувствуете уверенно хотите ездить быстрее дальше эффективней и тренироваться на велосипеде тогда время контактов пришло то есть это такой велосипедный апгрейд который дает возможность надежно закрепить ноги на педалях а это база на которой строится правильное педалирование на велосипеде есть даже специальный термин круговое педалирование когда вы не просто давите на педали как это обычно происходит на топталках но еще и подтягивайте педаль вверх получается обе ноги помогают друг другу и у каждой ноги работают разные мышцы включаются и икры и задняя поверхность бедра в результате мощность равномернее распределяется по всему обороту педали что снижает нагрузку на колени и соответственно повышает вашу эффективность с такой правильной техникой педалирования вы можете ехать дальше быстрее и меньше уставать а контактные педали в этом помогут к этому добавляется существенное улучшение контроля над велосипедом и с контактами вы буквально можете поднять заднее колесо воздух что-то перепрыгнуть или уверенно проехать через грязь и песок или камни ноги всегда будут на своем месте и не слетят в то время как на обычных топталках такое иногда происходит вы наверняка помните как мы рассказывали в ролике под названием как выбрать велосипед про то что если байк продается без педали это признак того что он хороший так вот у нас на сайте уже открыт предзаказ на как раз такие модели велосипеда 22 года причем от разных брендов так что вы наверняка сможете выбрать что-то для себя ссылка будет в описании к видео но без педалей велики продаются для того чтобы вы сами могли выбрать какие педали вам нужны и обычно это конечно контактные педали правда многих кто раздумывает про переход на контакты несколько пугает перспектива практически неотвратимых падений но действительно в начале один или два раза при остановке забыв про то что ноги встегнуты падали почти все но с опытом вырабатывается рефлекс и выстегивание из педали происходит легким движением пятки в сторону от велосипеда к тому же механизм фиксации фактически натяжение пружины можно настроить на меньшее усилие так что никаких проблем с выстегиванием точно не будет и вот теперь после всего вышесказанного если вы уже определились что вам нужны контактные педали тогда давайте разберемся с тем какие они бывают и какие лучше выбирать есть педали для горного велоспорта и для шоссейного велоспорта горные педали как правило отличаются возможностью встегивания с любой стороны они двухсторонние это облегчает встегивание в условиях бездорожья и внешне такие педали бывают разных видов и от разных брендов например педали с платформой они выглядят как обычные топталки но с механизма фиксации шипа такие педали можно использовать даже в обычной обуви но есть контактные педали и без платформы педаль фактически состоит из двухстороннего замка на оси и забавно что когда обычные люди видят велосипед с такими педалями часто можно услышать фразы сочувствия типа такой красивый велосипед эх жаль педали сломались но несмотря на внешний вид во всех мтб педалях механизм встегивания сделан таким образом чтобы грязь которая может попасть на подошву обуви никак не препятствовала фиксации шипа грязь просто выдавливается через пустоты замке вот чем не могут похвастаться шоссейные педали шипы горных педалей всегда небольшого размера металлические и крепится к обуви с помощью двух болтов они утоплены в подошву чтобы не мешать ходьбе ведь в горных дисциплинах это распространенная практика шипы же обычно идут в комплекте с педалями и достаточно износостойкие в отличие от шоссейных двухболтовый мтб стандарт крепления у шимана называется spd и это в первую очередь относится к форме самого шипа он получил широкое распространение так что вы без труда найдете педали других брендов но такого же стандарта для использования с шипами шимана кстати шипы стандарта spd бывают двух видов одни позволяют выстегнуться только при повороте ноги в одну сторону другие это 56 или так называемые учебные при движении ноги как в сторону так и назад или даже по диагонали так что они конечно лучше подойдут для начинающих но есть правда и другие бренды выпускающие свои собственные мтб педали например крэнк бразерс лук дмр или спидплей у них различные механизмы встегивания а также форма и материалы шипов но несмотря на это к обуви они также крепятся на два болта например педали крэнк бразерс отличаются особым механизмом встегивания аж с четырех сторон который просто невозможно забить грязью к тому же они очень легкие и эффектно выглядят но правда многие ругают их за ненадежность а вот горные педали шамана spd любят за их распространенность доступность и неубиваемость и те и другие педали имеют своих преданных фанатов которые готовы чуть ли не до драки спорить что этого лучше но важнее знать что из-за разной формы шипов обувь под шамана просто не встегнется в крэнки и наоборот ну что пришло время поговорить про шоссейные педали у них нет платформы для использования с повседневной обувью и крепление к туфлям всегда только с одной стороны для снижения веса зато благодаря большему размеру самого шипа тут лучше передача усилий однако сами шипы сделаны из пластика с небольшими резиновыми накладками и являются опоры при ходьбе однако при этом они сильно торчат на подошве шоссейные шипы крепятся к обуви на три болта но из-за особенностей пластиковые шипы постепенно стираются то есть имеют гораздо меньше ресурс обычно их хватает на 1-2 сезона максимум шоссейный стандарт крепления у шамана называется spdsl но и тут разные бренды выпускают свои собственные педали с другими по форме шипами необычнее всего смотрятся педали спидплей ведь у них все наоборот шип это педали а замок крепится к туфлям шипы у шоссейных педалей отличаются углом свободного хода ноги для того чтобы это было наглядно используется цветовое кодирование если говорить про лук серые шипы позволяют ноге отклоняться в сторону на четыре с половиной градуса а черные шипы фиксируют ногу жестко ну и главный вопрос на сегодня так какие контактные педали выбрать именно вам но начинать ездить на контактах проще конечно с мтб педалей даже если вы катаетесь на шоссе ведь вам будет удобнее ходить да и встегиваться в педаль с любой стороны чуть проще также для начала можно использовать так называемые тренировочные шипы и ослабить пружину замка педали чтобы стегивание было максимально легким ну а со временем можно и увеличить натяжение пружины и соответственно улучшить фиксацию ноги а если вы занимаетесь спортом на шоссе то тогда вы точно оцените разницу при переходе с мтб педали на шоссейные и вот теперь когда мы разобрались с педальями и обувью осталось самое малость просто докупить подходящий велосипед а сделать это на выгодных условиях поможет специальный промокод для наших подписчиков на youtube все подробности в описании под видео